Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 772. Пророка Даниила, 11 глава, 27 стих. Потому что конец еще отложен до времени. Еще не конец, начало конца. За 23 января 2018 года. Какие события? События-то сидел дома, не вылазил. 33 градуса было. Почему так мерзнуть стал, не знаю. Кровь не горящая, вот и все. Да и угля-то у нас сейчас нет. Тут что-то нас к воды не привезли. Вот нас где-то рядом поджидает неприятность. Вчера уже предлагают, сразу видно, там договорились, чтобы уголь дороже. Сразу за тонну стоили 200 рублей больше. За тонну. А если ты берешь 5 тонн, то есть вон куда идет. Рустам пишет. Да, Игнатий Тихонович, не хватает мне вашей школы. Поэтому сейчас я ни рыба, ни мясо, ни зверь, ни человек. Что-то новозаветное выкраивается в моем лукавом уме, изобретательном на зло. Но все мои мысли сводятся только к одному. Отомстить. Раздавить. Подавить. Не готов я еще. Ну вот, что сказать на это? Я думаю, это от происхождения вашего. Какой нации, какой веры родители были, это оттуда все-таки идет. Это не христианское. Это от вашего происхождения должно быть. Там среднеазиатское где-то. Тогда оно сходится все. Но рождение свыше все это выметает. Человек делается другим. А вы сколько раз, притом так решительно говорите, все, я больше никак не согрешу. А через день уже опять начинаете тоже. То есть, бессмысленные слова-то говорите. Я никак не грешу. Вчера пишу одно. Елена Геннадьевна, мы с вами говорили о книгах. Она говорит, все не могу взять, на 12 тома только взяла. Денег нет. И люди услышали, отозвались вам на помощь. Решили взять на себя расходы за те книги, которые вы не смогли сразу приобрести. Так что к вам ушли эти книги. Вам не платить ни за что и за пересылку не платить. Теперь у вас будут все книги. Так что ходите на почту или звоните. Узнавайте, когда вслед за первыми посылками придут и вторые книги. Сразу же отвечайте, что получили по две фотографии с каждой партией книг. Она сказала, что первое получила уже. Столько там нашла для себя. Новая прогулка в лесу. Это у нас ролик такой. Один человек. Наш ролик с нашего Ютуба и показал в лесу. И занятие в Алтайском государственном техническом университете за 1997 год. То есть ровно 20 лет назад. Я ему послал, он говорит, я прослушал, послушал. Видно, прослушал. Это мой крестник, священник Юрий. Я отвечаю, ну и что? Он отвечает. Морг, мамона, мочение лбов. На иностранном языке слушат, проповедь и так далее. Я отвечаю, именно так. И не сегодня об этом не молчу. Отец на ум. Отец, я благодарю за эту школу. 20 лет прошло. А все живо и действенно. Храни тебя Господь. Его ко мне привезли. Там он у баптистов, что ли, покаялся. Он гидом был. Гидом там по музеям все это. Показать. Вот видите, вот еврей. И вот он там, вот, евангелизировали его. Он у меня побыл. Кто-то из баптистов с ним был. На вокзал проводить. Ну, не знаю, часа 2-3 был. Вышел православный. Сразу от них отшатнулся, от этих еретиков-то. Ну, и стал православным. Я пишу, и тебя досохранит Господь для труда на Неве Божьей и Царстве Своем. Вот интересно. Женщина Наталья, а фамилия Усатая. То есть давали-то мужчине, хозяину дома, когда фамилии давали. Он с Усами был, его назвали Усатой. Видимо, не подумали, а что делать с женщиной, когда она эту фамилию наследует. Это Усатая Наталья. Усатая она не может быть. У нее нет усов. Я так вот, примерно думаю. Мир вам. Получилось. Напишите мне, в какие дни занятия точно я передам Валентине с Артисон. То есть обе живут в Германии. А то она путает и время. Я говорю одно, а она говорит другое. Отец Игнатий, вы такой добрый человек с большой душой. Бедный Василий, такие морозы, как замерзает. Даже у меня в морозилке холодильная дома минус 15 градусов-то. Это Василий при таком морозе спит. Ой-ой-ой. Отец Игнатий, там у Василия так истинно православие книги видело. Попроси его, пожалуйста, чтобы две книги для меня оставил-то. Сохранил. Чтобы такой бесценный труд не пропал даром. Я заплачу ему. Валентина с Артисон приедет. Это лето к вам. Она купила уже и билет. Вы ей передадите, а она мне. Если это возможно. Заранее благодарю. Спаси Христос всю общину. И многое лето вам, отцу Акиму. Не болейте. Вы нам очень нужны. Я пишу, Наталья Уса-то не понимает или что? Это я пишу уже с Артисон. А Наталья-то еще сделала. Она не вносит меня в число своих контактов. Закрытый я. Я не могу к ней выйти-то. А просит ответы. А как я дам-то, если доступа до нее нет? Попроси ее установить связь. Передайте ей вот это. У нас идут занятия по изучению Святой Библии, по толкованию святых отцов Вселенской Церкви. Проводятся по средам, пятницам и воскресеньям с 14.00 по московскому времени. Откровение Иоанна Богослова. Милости просим. Вот тут написано, куда войти надо онлайн. Занятия по изучению Библии прослушать можно здесь. Сначала напишите, чтобы вас занесли в список и подключили. Это нужно делать перед началом занятий. Занятие ведет Пупков Сергей Павлович. Присутствовать может любой. Добрый этот плотник. Но фамилии нет у него. И говорит. Добрый день, Игнатий Тихонович. Прошу прощения. Временно отсутствовал и не увидел ваших сообщений. Благодарю Бога нашего, Духа Святого за водительство. Я рад, что вы приняли мой искренний порыв сердца. То есть из разных моих роликов сделать как фильмы. Я не знаю до конца умысла Божьего в нашем деле. Но желание сделать ваши видео еще более интересными и действенными у меня есть. Я знаю, его дает Господь. Попытаться чуть в другом формате доносить живительные воды для душ погибающих. Вы правы. Звук почему-то был тихим на двух роликах. Буду стараться в дальнейшем все исправить. Но также присутствуют и чисто технические трудности. Потеря качества картинки и звука при передаче данных. Буду молиться, чтобы Господь дал знание об этом. Посмотрел ваше выступление в лесу. Яркое и дерзновенное слово. И теперь, спустя 20 лет, оно живо и действенно. Я раньше, к слову сказать, смотрел это видео. Буду вашего разрешения брать материал. Согласен с вами, Игнатий Тихонович, и по времени ролика. То есть, ну, не меньше полчаса. Вот документальные фильмы, там 45 минут. И искренне вас благодарю за ваше разрешение выставлять ролики у себя на канале Добрый Плотник. Это еще одна возможность для людей услышать о Христе. Канал и задумывался, как некий вестник Божий. Добрый Плотник – это Иисус Христос. Вы даже где-то упоминаете в стихах о Плотнике. Вы знаете, как трудно дослать истину Божью умным, всезнающим людям, которых конец жизни – погибель без Христа. Поэтому в своих видео показал дело рук человека, которое благословляет Бог. То есть, что-то деревянное там. «Мягко и ненавязчиво указывай на Господа Спасителя. Спаси Христос». Вот интересно, он напомнил, что в моих стихах Плотник. Ну, я соединил все стихи, помогли мне тут наши программисты, соединенные стихи. В один файл – 3467 стихотворений, у каждой по 9 куплетов, то есть по 36 строчек. Ну, где еще найдешь-то? Ну, я зарядил в поисковик Плотник с большой буквы и показал, что регистр нужно соблюдать. И сразу нашел 18 стихотворений, в которых говорится о Плотнике. Вы знаете, как трудно дослать это все до этих людей. Швецов отвечает. «Мир вам Игнатий Тихонович». Впереди там говорили книги, которые не могла купить. «Спаси Господи вас и благотворителей. Первая партия книг пришла. Считаю, с большим удовольствием. Так много необходимого и нужного. Очень вам благодарна. Фото пока прислать не могу. У меня обычный телефон без камеры, поэтому жду, когда приедет из города сын. Но в ближайшую неделю не получится. У нас аномальные холода до минус 47 с ветром. На трассу не выпускают. Поэтому прошу немного подождать. Как только снимут блокаду, пришлю фото. Многое вам и благая лета». Я показываю, где отец Владимир Головин спрашивает про что-то. У него гордость не подходит. Он перечисляет, кого он уважает. И в этот список они вот такими талантами обладают. У меня ничего этого нет. У меня нету патриарха и Алфеева, митрополита Филариона. Интервью о личном называется. Ответ на вопрос о тщеславии со второй минуты сороковой секунды. Вот здесь вот, посмотрите. Он как раз говорит, со второй минуты. Или вот это вот видео, где. Вот я даже могу. У меня никак нельзя тут снять. Ну ладно, вот это вот сами себе. По названию можно зарядить или так. Отец Владимир, вы очень известный. Вы наш любимый батюшка. Женщина говорит. «Скажите, искушают ли вас лукавой в тщеславии? А если да, то как вы боретесь?» Ответ. Нет, не искушает. Наверное, потому что приготовил какой-то более серьезный бой. Несчиславие. Да нет, да нечем. Ну вот приходилось и приходится слышать проповеди церковных настоящих проповедников. В церкви у нас немного, но есть, конечно, люди, которые высокой эрудиции, большого проповедческого таланта, высокой духовности. Все познается в сравнении. Когда, если я сейчас начну себя в сравнении-то с ними, да явно сравнение-то будет не в мою пользу. Но я могу назвать имена сейчас, вот, например, очень эрудированный проповедник нашего времени, отец Андрей Ткачев. Думаю, это интересные вещи, порой очень глубокие, говорит отец Дмитрий Смирнов. Насколько грамотно, богословски, духовно, Осипов. Я с особым желанием слушаю слова владыки Лариона, митрополита нашего. Я думаю, что глубоко говорит наш патриарх. Я нахожу для себя всегда что-то важное, глубокое, но можно других назвать. А вот есть такой интересный проповедник. Он даже уже имеет место своего служения. Лапкин Игнатий Тихонович. Своеобразный проповедник, надо прямо сказать, горячий такой. Но насколько он знает Священное Писание, насколько конкретно, он говорит и сразу так четко, вот такая-то книга библейская, такая-то глава, такой-то стих. Ну, когда себя-то сравнишь с такими-то, ну, чем тщеславиться-то? У меня ничего этого нет. Отец Олег Стеняев отвечает, вот тоже где он говорит, в видео. Как относиться к проповедям православного миссионера Игнатия Тихоновича Лапкина? На ютубе их огромное количество. Говорит Игнатий Тихонович всегда интересно, убедительно, живо. Постоянно цитирует Священное Писание, но смущает несколько моментов. Первое. Постоянно подчеркивает невежество священников, нежелание учить народ и так далее. Второе. Говорит, что монахи нарушили заповедь Спасителя идти проповедовать Евангелие, так как пошли в обратном направлении, в пустыни, в горы, а не в мир для проповеди. Кто он такой, отец Олег? Отец Олег Стеняев говорит, ну, что я могу ответить-то? Игнатия Лапкина помню, как талантливого полемиста с сектантами и строгого православного аскета. Но давно, с советских времен, я его не видел, поэтому ничего не могу сказать. И вот один прямой эфир с Максимом Каскуном, с отцом. Десятая, двенадцатая минута, вот тоже где, откуда берется. Десятая минута, пятнадцать секунд. Вопрос. Как вы относитесь к Игнатию Тихоновичу Лапкину? Ответ. Дело-то в том, что Игнатий Тихонович имеет непосредственно отношение к моей духовной жизни, потому что мой духовный отец, человек, у которого я проучился многие годы, протоиерей Геннадий Фаст, в свое время принял православие у Игнатия Лапкина. И поэтому я об этом человеке знаю не просто понаслышке-то, а от очень близких людей, и являюсь как бы его духовным внуком. Духовным внуком. Потому, ну, в целом, конечно, человек миссионерствующий, человек искренний. В советское время очень много пострадал за Христа, за проповедь, сидел в тюрьме неоднократно. В общем, впоследствии имели свои какие-то моменты, разошелся со священно-начальным. Пришлось перейти на зарубежную церковь. Как бы, ну, мне... Многие за это его осуждают, за это право. Вся их деревня, вся их община перешла. Ну, не перешли, они никогда и не были. Приходили они уже в община была-то. Но, тем не менее, как бы человек... Я считаю, что он несет позитивное дело. В интернете особенно. Несмотря на свой возраст, уже преклонный, он все-таки очень много людям помогает, отвечает, занимается. Ну, со своими, как говорится, немощами. Как говорил святой апостол Павел, очень важно, что он, Игнать Тихоныч, и говорит сегодня многое, и об этом забывает, что я и этому рад, если проповедует Христа. Такую выдержку привел. Маленько не так, но все равно. Как говорится, бывает так, что бывает проповедует со всякими искушениями, там, с немощами, со своими причудами. Все мы, как говорится, с немощами. И поэтому, если что-то в Игнатии Лапкине кому-то не нравится, это не значит, что Игнатий Тихонович плохой, да? Ну, просто, как говорится, он не для вас. Ищите себе другого проповедника. Если через Игнатия Тихоновича вам что-то приходит, ну, слава Богу. Молитесь о его здравии, потому что такие люди, они редкие. И в советское время, конечно, это был очень известный человек в церковных кругах. И нам бы сегодня, конечно, столько ревности, смелости, мужества в проповеди Слова Божьей, какие он явил в свое время. 12-я минута, 13-я секунда. Владимир один заходит и тоже фото не поставил. Уважаемый Игнатий Тихонович, я разорился и потерял работу. Простите, что не могу сейчас помочь вашей общине. Были времена, когда я делал много хорошего для многих монастырей, и женских, и мужских. Так считал нужным. Был на Афоне, на Вологаме, у Александра Свирского поклонялся мощам. Тогда еще не знал о вас. Многое узнал из ваших проповедей, из роликов и вашего сайта. Бог даст, будут деньги, первым делом отправлю вам. Простите меня, что не могу сейчас. Боже, прости и помилуй меня, Иисусе Христе, Сын Божий, раба твоего. Простите меня, Игнатий Тихонович, что не могу помочь вам сейчас. С глубоким уважением, Владимир. Игнатий Тихонович, что вы о смерти-то говорите? Да вам еще жить, да жить. Да разве это возраст? Обнимаю вас. То есть я его не видел, не знаю, не беседовали. Человек, ну незнакомый, ну вот так пишет. Где тут правда, где неправда, я ничего не могу сказать. Ну а что ради бы ему обманывать-то? Думаю, что так и есть. Наши ресурсы. Посмотрим. Это вот мой мир. Каждый день я ставлю 10-15 роликов ежедневно. И с Ютуба переношу сюда. И дальше ленточный форум. Вот форум. Очень богатый. 300 примерно в среднем человек приходит в день. За месяц. Ни одного возникновения нету. Такое, чтобы... Ну сейчас оспорили друг с другом. Вообще нет этого. Ну и вот наш видеоканал. Сейчас я покажу его. Тут они на ролик. Вот. Большой канал. Очень даже. 9400 видеороликов. 9400. Своих, не чужих. Чужих, которые там про меня тоже есть. Я их тоже взял. Вот. Сегодня вот выставлено событие дня. Вот уже 3 часа и ночью делал это. 136. Крещение. 372. Ну, немного. И вот обо мне тут... Новиков составил как бы биографию. На ней 162 фото. Этот ролик уже шестой. Всего-то в роликах этих. У меня там вышло 1162 фотографии наших. Тоже здесь. Ну а теперь смотри, что тут популярное было. Вот получилось как. Вчера вот это выставил. 536. Отвергнул ложь. Говорите каждый своем. Дальше Дьякон говорит. 458. Наша прогулка в лесу. 739. Ну, тут вот Степаненко, Максим. Что-то есть. 700. Ну так, 700 это что? 20 часов назад. Для нас это много. Для наших этих. Ну, еще показать. Во свете Библии православный библейский сайт. Самая ценная, я считаю, 4124 ответа по темам. Мне задавали в университетах, милиции, по радио. Я отвечал их и помещены они в книгах. 55 папок. Сейчас 11 папка грех. Вот этот вот. Отсюда, чтобы знали. Видели. Вот немножко то, что у нас за кадром. За кадром, что сегодня вот Сергей выставил ролик. Я у него возьму его. Василия мы привезли от Мороза. Он спал там. В комнате было 17 градусов, кажется, Мороза на полу там. Купил там летнюю маленькую. Люди называют туалет. Вот так. И вот какие тут события дня были. Слава Иисусу Христу! Яна Кузьминиша Капустина проверяет, как у меня все в порядке или нет. Вот. И вот вышел ролик, я показал сейчас посмотреть. Называется вот так вот. В Оренбургской области после скандального видео уволили чиновников-стриптизеров. Сняли видео о них, как пилят бюджет и развлекаются друг с другом. Сарычева Екатерина, скандальный ролик. Разразился большой скандал. В сети появилось шуточное видео, как проходят будни регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства. На нем чиновник играет в карты на бюджетные деньги, сдабривая посиделки в рабочих крестах обильным возлиянием. А позже вообще выезжает на охоту, которая заканчивается стриптизом. Шестиминутный ролик вмиг обрел популярность. Представляем, каково было в этот непростой день героем видео самому министру лесного хозяйства и охотничьего региона Виктору Тонких, который тоже задействован в съемках. Кажется, они тысячу раз пожалели о своей бредовой идее с этими съемками. Хотя уверяют, что все происходило в выходной день, потратились на кино, исключительно из собственных карманов. Какие подбородки-то у них, посмотри. Вот они как тут. Что-то она висит в виде крестика согнутая. Ну, комедии. Мужики, шуточный ролик за авторством чиновников Оренбургского министерства лесного и охотничьего хозяйства собрал тысячи просмотров. Тысячи. Как нам пояснили собственные источники, данный киношедевр должен был остаться достоянием лишь лишних архивов, но никак не быть представлен широкой общественности. Но его примера состоялась нежданно-негаданно, и теперь героям уже не отвертеться. Поговорят, что слил ролик в сеть один из этого дружного мужского коллектива. Вот они здесь есть, как это вокруг, как там женщины бывают на палке этой, на шесте, ползают кверху, книзу. Снятый ролик должен был оставаться достоянием личных архивов, но утек в сеть. Кстати, буквально на днях областной суд отклонил операционную жалобу осужденного за злоупотребление должностными полномочиями экс-сотрудник Оренбургского минлесхоза Артема Никулина. Он обеспечивал победу в аукционах на право заключения охотхозяйственных соглашений. Под контрольным его фирмам победа в одном из них, к примеру, оценивалась 2 миллиона рублей. Легализовал имущество, полученное преступным путем. Вполне возможно, отправленный за решетку на 4,5 года чиновник, не считал штрафа 800 тысяч рублей, решил потянуть коллег за собою. Вот это все. Видно, что специалист сделал. Шестиминутный ролик, в котором снялись оренбургские чиновники, вмиг обрел популярность. Спустя пару часов такой популярности, в кавычках, министра к себе на ковер вызвал губернатора Оренбургской области Юрий Берг. Итогом серьезного разговора послужила отставка министра. Уволены его замы Игорь Добровидов, Владимир Рябов и Дмитрий Терятник. В этот же день исполняющим обязанности министра лесного и охотничьего хозяйства региона назначен Владимир Морозов, ранее занимавший пост замминистра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также пост главного городского прокурора. Дословно, глава региона назвал поведение подчиненных аморальным. По словам губернатора Юрия Берга, артисты из Министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области могут претендовать на премию. Решение об увольнении участников видео пришло в первые секунды просмотра. Такое поведение недостойно государственного служащего, оно нарушает все моральные нормы, прокомментировал свое решение глава региона. Может закрыть глаза на глупость молодых ульяновских курсантов, но возраст и положение наших артистов, в кавычках, позволяет им претендовать только на премию Дарвина, то есть обезьяны. А тем временем, пуш-ми, на клип ульяновских курсантов сняли пародии медики, студентки, будущие строители и спасатели МЧС. После этого курсанты Ульяновского института гражданской авиации стали известны на всю страну благодаря зажигательным танцам в трусах. По интернету прокатилась волна пародий на их клип. Напомним, первокурсники, летуны, сняли незамысловатое видео, в котором отжигали по полной программе. Нарядившись в нижнее белье, армейские сапоги и форменные фуражки, они ритмично, покачивая ягодицами, показали свою повседневную жизнь в общежитии. Подметали полы, гладили рубашки, забивали гвозди. Меньше чем за сутки видео посмотрели больше 4 миллионов человек. Вот спрашиваются, 4 миллиона, и что, ну забыли. Что-то для души взяли, нет. А люди смотрят на эту цифру. Ну, у нас тут пришло 300 человек на наш форум. Так это люди, которые меняют жизнь. 4 и 4 миллиона. Ну, вот такой ролик у них тут сняли. Я думаю, это у нас сегодня почти хватит. Хотя можно один вопросик взять. Из темы, которые сейчас смотрели. Грех. Вот я возьму сейчас его. Вопрос 2107. Восьмой том, открытым оком. Если случается пасть человеку, то могут ли быть сокращены сроки эпидемии по каким-то причинам? Отвечаю. Это мне задают вопросы, я за кафедрой. Если болезнь тяжкая, тогда могут причастить. Но, если выздоровел, и пить имя снова продолжается. За отпавших при гонении могли ходатайствовать исповедники, то есть те, кто уже прошел эти пытки, но остался живым. 2 Коринцем 2.10.11. А кого вы о чем прощаете, в чем, того и я. Ибо и я, если в чем простил, кого простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. Теперь я беру из жития святых доказательства этого. Киприан Карфагенский, 31 августа, кавычки. Необходимо заметить, что в древности в церкви Карфагенской, как и в других церквах среди исповедников, было в обычае давать отпавшим особого рода ходатайственные записки, или письма мира, по которым согрешившие боли были скоро допускаемы в общении с верными. И теперь многие из отпавших от Христа возлагали большую надежду на ходатайство исповедников и мучеников. Но при этом многие исповедники по излишней исходительности к падшим не обращали внимания на свойства их покаяния и давали эти ходатайственные записки, письма мира, без надлежащего рассмотрения и осторожности. То есть, как они себя ведут. Только немногие исповедники просили епископа даровать мир некоторым падшим по окончанию гонения, по возвращению самого епископа и по тщательному исследованию нравственного состояния падших. Такая исходительность к падшим оказывалась в то время, когда гонение еще свирепствовало в Каринфе, в Карфагене. Следовательно, эта исходительность могла ослабить твердость в вере и прочих христиан, еще не подвергшиеся гонению. Дескать, ему просили, ну и я тоже тут, подумаешь, там жертву принесу идолам, подумаешь, кого-то выдам. Когда святой Киприан узнал обо всем этом, то отправил в Карфаген три письма к Клиру, исповедникам и народу. И так как главными нарушителями древнего церковного благочестия, благочиния, оказались пресвитеры, то Киприан во всех этих письмах обещал их более всего всех вообще и Клир. И народ Киприан убеждал ожидать соборного рассуждения о принятии падших в церковь, а самый собор обещал созвать по окончанию гонение и по возвращению своем в Карфаген, то есть он прятался. Исповедников Киприан просил обращать особенное внимание на дела и заслуги, народ и качество грехопадения каждого из числа тех, за кого они будут предлагать свое ходатайство. Но все эти письма святого Киприана не имели полного успеха. Правда, пресвитеры, послушные своему пастуру, перестали допускать падших к общению в церкви наравне с верными и увещевали их прежде всего загладить свой грех искренним покаянием. Но некоторые из падших и после всего не пожелали принести покаяние, не хотели ожидать решения своего дела до окончания гонения, а требовали к себе немедленного разрешения грехов. Вот так, видишь, как было все похоже на сегодняшние дни. На этом сегодня все. Во славу Божию!